Стоп! Остался так. Готов? Снимай ему аккуратненько. Раз, два. И остался на таком мостике. По чётким руководствам Павла Георгиевича, мальчики берут свой первый внушительный вес. 70-летний тренер хвастается, помог даже далеко не самым спортивным ребятам стать сильнее и здоровее. В 12 лет Павел Куликовский пример для подрастающих спортсменов и ориентир для людей пожилых. Достижения в категории мастерс у мужчины значительные. Десятки золотых медалей, рекорды. Спортсмен уверяет, возраст нового достижения не мешает, а только открывает новые горизонты и скрытые резервы. Спорт даёт свободу. Почему? Спорт даёт мне силу, даёт здоровье, а здоровье и силы – это свобода. Свобода. Свобода делать тяжёлые работы, лёгкие работы, свобода оказывать кому-то помощь, поддержку, не зависеть от кого-то, самому делать. Свобода позволяет больше сделать добрых дел. Специально для нас Павел Георгиевич показывает класс. По сумме двух упражнений спортсмену удаётся осилить до 200 килограммов. Секретов в подготовке нет. Никакой химии, здоровый образ жизни и вера в свой успех. Куликовский планирует оставаться в спорте ещё как минимум 5 лет. Я готовлюсь к чемпионату мира в Германии. Он пройдёт с 8 по 18 октября. Как раз можно сделать себе подарок к дню рождения. У меня 18 октября день рождения. Есть клуб 400, так называемый. Это элита мирового спорта мастеров. И вот я хочу пробиться хотя бы в тройку. И может быть, на этом первенстве мне удастся это сделать. Как относиться к старости, к моему возрасту? Уже старые мои люди. Как к финишу или как к старту? Я отношусь как к старту. Старт новых каких-то движений, новых путей. И я не намерен сокращать дистанцию или с неё сходить. Есть разница между выполнением вот таким? Раз, два, три, четыре. Или таким? Михаил Ильич Цейтин всегда бодро выходит на разминку и с лёгкостью показывает студентам гимнастические упражнения. Преподавателю на минуточку 96 лет. Он до сих пор проводит лекции, семинары и практические занятия. Консультирует тренеров и футбольные команды. А в свободное время разрабатывает и предлагает новые упражнения. Михаила Ильича очень беспокоит здоровье молодого поколения. Как можно не работать? И работа, она предусматривает определённые стрессы положительные. Понимаете? Вот они меня, я в этом уверен, они меня очень поддерживают. Вот эти положительные стрессы. Когда я готовлю к занятиям, у меня возникают какие-то положительные эмоции. Когда я читаю лекцию и готовлюсь к ней. Это важнее витаминов. Удивительно, но Михаил Ильич не придерживается диеты или строгого режима дня. Зато хорошо чувствует себя за счёт постоянного движения и, конечно же, позитива. Ни одна тренировка не обходится без метких шуток. Несмотря на годы с молодёжью на одной волне. Михаил Ильич уверен, хороший тренер – это тот, кто может заразить спортом. Занятия поищаю с огромной радостью, потому что я нахожу для себя более и более новую информацию, более новые упражнения. Он для нас является большим авторитетом. Также показывает большой пример, как надо жить, как надо преуспевать в спорте. Гириатры – так называют врачи, которые оказывают полный спектр медицинской помощи людям преклонного возраста. Уверяют, что жить активно можно в любом возрасте. Самые типичные заболевания пожилых людей – патологии сердечно-сосудистой и церебральной сферы. Статистика оптимистичная. Продолжительность жизни увеличивается. И несколько советов для обладателей пенсионных удостоверений. Они, во-первых, должны двигаться. Они должны сохранять двигательную активность. Это обязательно. Это прогулки ежедневные должны быть. Это какая-то физическая активность должна быть. Физическая физкультура, физкультурные какие-то упражнения они должны делать ежедневно. Центировать своё внимание на правильном рациональном питании. Кроме того, они должны нормализовать сон. Положительные эмоции, улыбка, доброе настроение – это то, что способствует здоровью и долголетию. Быть активными и здоровыми вне зависимости от возраста вам желают Яна Лазовик, Ходинис Ткаченко, Алексей Шаплов. Наш Утро.